Здравствуйте! Сегодня 6 мая, через три дня вся страна будет праздновать День Великой Победы, однако 9 мая известна еще и тем, что в этот день, в 1855 году, встречается первое упоминание такого культового, культурного феномена, как самоздат. Сейчас я нахожусь в большой типографии, тысячи творцов 19 и 20 века мечтали бы печататься на таких огромных станках, однако в то время для них была доступна лишь ставшая уже легендарной печатная машинка. Благодаря такому печатному мини-станку в 20 веке тысячи, а то и миллионы читателей познакомились с произведениями Хармса, Ахматовой, Бродского и многими другими. Издавались, что называется, сами все, начиная от литераторов до музыкантов. Избежать самоздаты как такового удалось лишь только художникам. Впрочем, товар у живописца, что называется эксклюзивный, работы художников находили своего фаната на выставках и конкурсах, однако сложно представить себе, что работа художника-самоучки в то время попала бы на международный конкурс. А вот совсем недавно одного омскому художнику это удалось. Анатолий Мавлян на конкурсе Американского общества портретистов вошел в топ лучших. Ему удалось пройти отбор, в котором участвовало более двух с половиной тысяч профессиональных художников. В этом году омский живописец единственный из России, кому удалось пробиться в лауреаты такого крупного конкурса. Впрочем, останавливаться Мавлян не собирается. Я буду активно участвовать в этом конкурсе, продолжать. То есть там еще осталось много мест, куда я не попал. И там есть и главный приз, и предыдущие симпатии. Рентгенологу подобный снимок нужен для того, чтобы поставить диагноз, в то время как в 20 веке этот материал проставился тем, что на него можно отлично записывать музыку. Писали, что называется, на костях все, кому не лень. Не остался в стороне и культовый актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Однако избежать самоиздата на ребрах удалось лишь исполнителям классической музыки. Вот классическая музыка звучала в четверг в разрушенной террористами Пальмире. Такого количества людей всемирно известный амфитеатр не видел несколько сотен лет. В каменном зале под открытым небом руководители Арабской Республики и простые мирные жители. На сцене симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт назывался «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Кстати, возможно, уже в августе Валерий Гергиев выступит на юбилее Омска. Поможет ли классическая музыка оживить омские дороги, остается только гадать. Наряду с понятием самоиздат существовало и полушутливое понятие «там издат», то есть издательство там, за границей. Впрочем, самоиздат как таковой коснулся и людей, живущих за рубежом. Так, американские художники из-за недостаточного финансирования буквально на коленке рисовали, ставши уже культовыми для нашей страны, американские комиксы. В наше время комиксы сыскали своего читателя, а по сюжетам из них ставят целые серии фильмов с собственными вселенными. Во вселенной Марвел снова событие. В России состоялась премьера фильма «Первый мститель противостояния». Формально это первый фильм о супергероях, где в качестве антагониста «Капитану Америка» заявлен другой супергерой. В данном случае «Железный человек» в исполнении Роберта Дауни-младшего. По сюжету фильма правительство предлагает ввести акт о регистрации супергероев и «Капитан Америка» с Тони Старком оказываются по разные стороны гражданской позиции. В мировом прокате фильм уже собрал более 250 миллионов, премьера в России состоялась 5 мая. Кто победил «Капитан Америка» или «Железный человек» можно узнать в Омских кинотеатрах. В 21 веке бумажный или рентгенологический сам издат не так популярен благодаря появлению социальных сетей, авторских каналов и раздач. Впрочем, настоящее творчество, как бы оно ни издавалось, всегда найдет своего читателя или слушателя. С вами был Георгий Щершнев. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok